В Минобороны Азербайджана объявили о начале локальных антитеррористических мер в Карабахе. В ведомстве сообщили, что целью этой операции является восстановление конституционного строя. Ранее Азербайджан закрыл воздушное пространство страны для Армении. В небе над Ханкенди заметили беспилотники. Также азербайджанские СМИ опубликовали кадры уничтожения ЗРК ТОР вооруженных сил Армении. У меня, честно тебе скажу, у меня даже к армянам таких особых нет претензий, потому что что они понимают, ничего они не понимают. У меня претензии есть к нашей с тобой стране, в которой мы родились, в которой мы живем, и особенно к нашему МИДу. Ну вот мы с Грузией облажались, получили по башке, с Украиной получили по башке, теперь с Арменией получаем по башке. Но сколько можно на грабли наступать? Сколько? Мы же Великая Империя, это наша зона ответственности. У нас есть свой интерес. Мы хотим, чтобы вокруг нас были государства, которые лояльны нам, государства, которыми мы, если прямо говорить, мы имеем на них влияние, и по сути мы ими управляем. Такие должны быть государства. Почему американцы нас все время опережают? Ну все время. Дорогое американское нормальное общество, я не знаю, сколько тебя осталось, мы с тобой. Не переживай. Потому что кто с нами будет разговаривать, если мы не одержим победу? Как мы можем претендовать на лидерство, если мы не одержим победу? У России новый враг. Это Армения. Несмотря на то, что Армения официально является союзником России, входит в таможенный союз, входит в АДКБ. Россия сначала этого союзника предала, а затем объявила Армению врагом. Вся государственная пропаганда России сейчас поливает Армению грязью. Киселев, Соловьев, Симоньян на государственных каналах рассказывают, что Армения плохо дружила с Россией. И вообще Армения это вторая Украина. Такой союзник, но с гнильцой. И за это Армения должна поплатиться. Армения явно идет на обострение отношений с Россией. Плюют. Ну просто плюют в России. Куда уж дальше. Конечно, это такая, это тихо сидящая пока еще будущая Украина. В худшем смысле этого слова, понимаешь? Риторика и в высших эшелонах власти, и в медийке абсолютно антироссийского. Знакомая методичка, да? Все это происходит на фоне очередного обострения между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Назревает новая война, и Россия, понимая это, не хочет в этой войне вписываться на стороне своего союзника. Не хочет поддерживать Армению, потому что боится вступать в конфликт с Азербайджаном и Турцией. Поэтому Россия решила своего союзника вовремя предать. Знаете так, ну заранее предать. Но чтобы не выглядело это слишком уж позорно, да, не слишком явно, Россия решила обставить все так, типа Армения сама виновата. Мол, это вот Пашинян нехороший, он такую антироссийскую политику проводил. Россия вот взяла и обиделась, и не стала Армению поддерживать. Мы не можем, я считаю, иметь ничего общего с Пашиняном вообще, как страна. Ну, до этого пять лет имели, Пашинян приезжал в Москву, встречался с Путиным, причем неоднократно было множество таких контактов. Но когда пришло время предать Армению, то резко выяснилось, что Пашинян русофоб. И, в общем-то, сам виноват, что Россия теперь Армению поддерживать не будет. Жесткое представление послу Армении в Москве, Багаршаку Арутюняну, а его вызвали в МИД, было сделано из-за визита супруги Пашиняна в Киев. Вот она, Акопян, пожимает руку Зеленского. Ну все, теперь можно сдавать армян с чистой совестью. А то, что там когда-то подписывали какие-то договора, вступали в таможенный союз, в ОДКБ, так это все ерунда. Ну когда это подписанные с Россией бумажки чего-то стоили? Дальше больше. Завтра в Армении начинаются армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023. Это при том, что в начале года Армения отказалась принять на своей территории запланированные учения ОДКБ. То есть сначала они кинули Армению, а теперь возмущаются, что Армения ищет себе нового союзника взамен никчемного импотентного ОДКБ, который отказался ее защищать. И подают вот эти совместные учения армян с американцами, как оправдание своего предательства. Ну а что, удобно? Давно ли наш МИД выступал в отношении Армении с нотой протеста? Да и было ли такое вообще хоть когда-то? А вот приехали. Так вы давно приехали. Вы испортили отношения со всеми соседями. Вы напали на Украину, вы разнесли, разгромили Донбасс, стерли с лица земли целые города, населенные русскоязычными, били ракетами по центру Харькова, Одессы. На этом фоне нота послу Армении, поверьте, это пустяки. И самое потрясающее, что даже вот эта история, она очевидно, россиян ничему не научит. Ну хотя другие бы уже задумались, наверное, да, что что-то вот тут не то. Ну не может же быть, что кругом одни враги. У России же кругом враги. Ну там страны Балтии враги. Финляндия враг. Украина значит враг. Грузия враг. Казахстанам тоже какие-то терки все время там рассказывают, что северный Казахстан надо забрать, что это там русская земля, Казахстан на нее позарился. Теперь уже и Армения, члену ДКБ и Таможенного союза, тоже враг. И очевидно, здесь что-то не так. Но если даже союзников по УДКБ, по Таможенному союзу Россия превращает во врагов, значит уже что-то не так очевидно с Россией, не с Арменией. То есть что-то не так делает российское руководство. Ну по-моему это очевидно, да? Но я уверен, что российские патриоты и даже после этого ничему не научатся и абсолютно никаких выводов не сделают. А вообще ситуация, конечно, крайне показательная. И она демонстрирует, что сколько ты не старайся с Россией дружить, как ты не вступай в ДКБ, там в Таможенные союзы, во все эти. Все равно Россия рано или поздно тебя кинет, все равно ты будешь плохим. И рано или поздно Россия тебя объявит своим врагом. Это очень показательная история, потому что я помню, как в Украине все рассказывали, надо вступать в Таможенный союз, там дружить с Россией. Ну вот Армения вступила. И чё? И ничего, и все равно она оказалась таким же врагом, теперь ее как называют, вот что это вторая Украина, что значит нужно Армению там покарать, наказать, что там русофобия. То есть риторика уже просто один в один, что вступай в Таможенный союз, что не вступай. Любого своего союзника Россия рано или поздно сдает, доказано тем, что мы видим сейчас своими глазами. Друзья, обязательно оставьте лайк или комментарий к этому видео, чтобы оно получило больше охват, больше людей увидели, что происходит. И обязательно подписывайтесь на канал, это тоже очень важно.